Наш новый селезень освоился. Шипит на всех, на меня, на всех окружающих. Сутками он нормально. Сейчас бугруют на кур за то, что куры едят из их миски. Так что селезень молодец, всех защищает. Шипит, правда, всем своим видом показывает, что мы ему не нравимся. А у нас продолжается весна и потоп. Это наш потоп. Играем в ручейки. Снег уже довольно сильно сошел. Сейчас покажу, какая у нас река во дворе. Вот здесь начинается наша река Ганг. Ручей, точнее. И дальше, дальше туда у нас уходит вода. Оставшийся снег. Но много снега уже сошло. Вот такой вот у нас просто чудесный подход к дому. Все надо бетонировать будет. Такое вот болото, лужи. Но это уже подубавилось. Да, веранда здесь вообще ни о чем. Вот это вот строение. Здесь нет ни фундамента, ни порога. И вода обычно стоит прямо под самую дверь. В общем, все заливает. Здесь вот кирпичи положены. В общем, всякая такая фигня. Конечно, это строение мне жутко не нравится. Что-то нужно будет потом делать. Потому что веранду подтопляет, когда бывает много воды. Сейчас я могу сказать, что воды уже мало. Потому что обычно, когда выходишь, вот здесь вот везде стоит вода. Но сейчас уже много ушло. Мы проделали ручеек. И теперь через этот ручеек вода стекает. Вот видно, как она течет. Где-то котик мяукает. Вот, не знаю, наверное, не наш. Наш Мурзик подался в бега весенний. Ну и вот так вот у нас туда богород. Вот тут под домом мало того, что нужно штукатурить фундамент, штукатурить, так еще и заливать отмостки, которых здесь и сроду не было. Уже ничего не осталось. Потому что вся эта вода течет под фундамент. И у нас опять затопило подвал. Попозже слазим, посмотрим. Вот ручьи текут. Еще одна веранда. Тоже без фундамента стоит, не поймешь на чем. И под нее текут ручьи. Это уже растаяли наши орешки. Два деревца подросли. Вот еще один маленький. Надеюсь, разрастутся большими деревьями. А у нас коты что-то не поделили. Мурзичка и Рыжик, соседки. Пришла весна. Сейчас Мурзик будет получать за то, что пришел не на свою территорию. Вот так вот у нас перезимовал кедр. Правда, он весь в воде стоит. Надо, наверное, тоже пропруживать. Не делая это. Он весь в воде. Как бы не погнил еще. Вот так вот мы злимся. Как ты злишься? Селезень, как ты злишься? Вот как мы злишься. Да. Какие мы злые. Вот и на огороде снежок подсъела. Стали видны грядочки. Сейчас у нас дождь идет на улице. Погода, конечно, мерзкая. Может быть, немножко займемся теплицей. Тут у нас еще залежи железа. Все надо будет убирать. Курочки трудятся. Вот как куры нам всю теплицу очистили. Снега почти нету нигде. Все разгребли. Да, курочки? Я тут тщательно все это закапывала. А они тут все разгребли. И вот лужа стоит. В общем, весна пришла, а мы поплыли. Зато в теплице у нас сушь. У меня уже показывают рамы, рамы, злютки. А вот тут у нас росла душица. Надеюсь, она перезимует. По этой стороне будем сажать капусту. Поэтому сейчас здесь разберем и снежку подкидаем. Худный кот, где ты был несколько месяцев? Где ты был? Володный пришел, да? Ну, кстати, он не схуднул. Отойди, покажись. Да, Муртик, у тебя, наверное, хлисты. Да? Ты жрешь с помойки? Ты же домой не ходишь? Жрешь с помойки постоянно? Мышей, крыс, облезлый какой-то. Ну, покажись хоть. Где ты был? Расскажи. Кот в загуле. Хотя нет, схуднул, схуднул. Покажись на камеру хоть. Муртик. Ну, вот, немножко снежку. Теперь, когда он растает, будем сажать уже капусту на растаду. Колев наготовила. Осиновых. Осиновых колев наготовила. Пойдем охотиться на вампиров ночью. Вон, какой большой кол. Наверное, на самого толстого и вредного вампира делают. Пойдем по деревне вампиров искать. Я заставляла ложку делать из него. Липа подорима. Сейчас нарубим Колев. Пойдем искать вампиров. А вот какие-то засранцы растащили всю нашу кучу. Да, засранцы? И раскопали мне всю теплицу. Где я столько земли теперь возьму, чтобы все это спрятать? Петруш, не скажешь? Петруш, покажись, как ты? Расскажи, как ты себя чувствуешь после того, как с утками сражался. Петруша меня не любит. Я ему жизнь спасла, а он меня не любит. Неблагодарный петух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова